Доброго времени суток, дорогая общинка ФСХ. Мы с вами продолжаем изучать некоторые законы Йом-Кипура. Сейчас мы вплотную приблизились к основным законам. Их несколько, тех законов ключевых, которые нельзя делать в Йом-Кипур. И дальше мы немножко скажем по поводу, если человек заболел. Ну, очень вкратце. Ну, первая лоха, связанная с вечером Йом-Кипура, в принципе, с любым, с всем днем Йом-Кипура. Йом-Кипур, его ночь так же, как и утро. То есть, Йом-Кипур начинается немножко раньше, чем с заходом солнца. Принято брать на себя чуть-чуть раньше Йом-Кипур, пост, то есть, начинать заранее, до захода солнца. И он продолжается, соответственно, Йом-Кипур продолжается в районе 25 часов. Вот, так, соответственно, и ночь, и день абсолютно одинаковые законы. Так вот, Йом-Кипур, его ночь такая же, как и день. То есть, по поводу запретов. То есть, что у нас запрещено, и стороны, и что у нас запрещено, в принципе, основные вещи. В Йом-Кипур запрещена работа. Такая же работа, как в Шаббат. Йом-Кипур называется Шаббат-Шаббатон. Такие же, все запреты Шаббата, которые у нас есть, они также есть у нас в Йом-Кипур. Также запрещено в Йом-Кипур кушать и пить. Запрещено мыться. Даже мыть руки, есть утром, допустим, человек, когда встал, он делает на тела-ты-даем, делает омовение рук. Так он максимум, что может помыть, так это вот и корень пальцев. То есть, основание пальцев до сюда можно сделать на тела-ты-даем. После сна, чтобы убрать, как говорится, после сна духовную нечистоту, туму, еще говорят. Не будем вдаваться в подробности. В общем, принято делать на тела-ты-даем и до корней пальцев, до того, где начинаются наши пальцы. Это то, что можно делать в плане мыться. То есть, даже просто так взять палец, окунуть его в воду, уже это запрещено. Тем более, нельзя умываться. Теперь, когда человек, он сделан на тела-ты-даем, у него на кончиках пальцев остается немного воды. Максимум, что он может сделать, это вытереть глаза. Взять, вытереть глаза. И это максимум, что он может сделать. Это вот по поводу умывания. Естественно, если человек запачкался, или у него руки в грязи, или, допустим, мы ребенку поменяли памперс, запачкался, то можно помыть специфически то место аккуратно. Это в плане послаблений. И после туалета, соответственно, тоже нужно помыть руки соответствующие с тела-ты-даем, чтобы были чистые. Так вот, запрещено умыться, даже чуть-чуть тело помыть. Запрещено увлажнение, скажем так, раньше это были масла, а сегодня это крема разные. Нельзя это делать, не смазывать ничего. Также запрещено одевать кожаную обувь. Нужно стараться одевать обувь, которая даже не похожа на кожу. Но, тем не менее, если человек одел обувь, которая выглядит похожа на кожу, ничего в этом страшного нет. Например, наши мудрецы, к примеру, Роман, он говорит, что, в принципе, человек должен выбрать на емкий упор такую обувь, тип обуви, чтобы он чувствовал землю, если он идет. То есть, чувствительную такую обувь, тонкую. Тем не менее, можно одевать и кроксы, и резиновую обувь, и деревянную, замшевую обувь. В общем, обувь из любых материалов, кроме кожи. Это по поводу запрета на одевание кожаной обуви. Конечно же, все эти законы имеют очень глубокие духовные смыслы. Не просто так это законы. Тем более, там есть спор наших мудрецов, что из этого законы Торы. Так вот, по букве законы Торы, запрет на еду, питье и делание работы, за это человек, если он нарушает эти запреты, у него, полагается ему карет. Карет – это отсечение души от источника. То есть, очень-очень строгое наказание духовное, как бы, не очень приятное. Тем не менее, есть очень многие мудрецы, которые говорят, что все эти запреты – они из Торы. Не только по постановлению наших мудрецов. Имеет тоже такой достаточно строжайший запрет, закон. Единственное, что разница, что в случае, если человек нарушает, тогда он не получает карет. То есть, не отсыхает своего душа. И так или иначе, законы очень строгие. Этот запрет очень строгий. Почему? Потому что Йом-Кипур – это день, который Всевышний фактически нам прощает, прощает наши ошибки. День, который, если бы не Йом-Кипур, то, скорее всего, никто бы не выдержал бы тысячелетия. Почему? Потому что все делают ошибки. Это накопление ошибок. Если нет такого понимания, как апгрейд, это как бы обновление или ресет, еще можно сказать, на компьютерном языке. То есть, сброс, то, как говорится, если тем более взять, как бы, уже мы заговорили за компьютер, за телефон, то если перегрузить систему, а мы знаем, что ошибки, они перегружают систему, если не сделать обновление, как бы не перезагрузить все, то все очень быстро ломается. То же самое, как говорится, это прототип, конечно же, это то же самое в нашей жизни. Если бы Всевышний не дал бы нам Йом-Кипур, день, когда он нас, как бы, обеляет, образно говоря, да, в отношении между ним и нашим народом, не в отношении между людьми. Как мы говорили в прошлом видео, в прошлом уроке, что отношения между людьми, они просто так не прощаются. Отношения между людьми – это особый раздел, это особая деталь. Так вот, если бы не Йом-Кипур, тогда мы бы не выдержали, потому что все ошибаются, все делают ошибки. Мы, тем более, еврейский народ, связаны между собой и несем друг за друга ответственность. Соответственно, очень все было бы тяжело. Так вот, возвращаемся к нашим запретам. И также один из запретов – это на интимные отношения мужчинам. Муж с женой, он не имеет права заниматься интимными отношениями. И включается, для тех, кто знает, включаются законы, как во время НИДЫ, во время, когда муж с женой отдалены друг от друга. Мы знаем, есть законы НИДЫ. Более подробно можно посмотреть на сайте Евреком, что это ввести в запросах. Мы не будем на этом останавливаться. В общем, запрет на интимные отношения тоже в Йом-Кипу. И, как я сказал, да, Рамбам считает, что эти законы, они исторы все. И, то есть, имеют все абсолютно эти запреты, они исторы, имеют очень строжайший запрет. Другие наши мудрецы говорят, иначе, тем не менее, это все очень строго. Это то, что нельзя делать. Это, напомним еще раз, это делать работы. Это и кушать, пить, одевать обувь, кожаную обувь. И, значит, пользоваться вещами такими, как крема, масла и так далее. То есть, освежать кожу, увлажнять кожу, в общем. И одевать кожаную обувь, мы сказали. И интимные отношения. Это вот основные запреты, которые распространяются на все 25 часов Йом-Кипура. И по поводу еды, если человек заболел или питья, есть у нас законы. Конечно же, в первую очередь нужно обратиться к думающему врачу, если это за границей, тем более к нескольким врачам. И кровину вместе посоветоваться. Есть, как говорится, больным и людям, которые, есть опасность для жизни. Или женщинам, которые родила в течение 7 дней. Есть определенные роды разрешения. Сколько можно кушать. Вкратце я только скажу, не вдаваясь в подробности, что в случае, если человек, ему стало плохо, не дай бог, или он больной, и ему нужно кушать. Или это женщина, которая кормящая, родила только в течение 7 дней первых. То в плане еды есть у нас примерно 30 грамм, допустим, если это хлеб, 30 грамм кусочки, которые считаются, называется это у нас, за что человек несет ответственность, это ГОСА. То есть, размер, определенный размер, как в виде финика это смотрится. Наши мудайцы уточняют, что это должно быть в районе 30 грамм, не больше, то есть, маленькое что-то, и с перерывами в 9-10 минут. То есть, в случае, если человеку стало плохо, или он вынужден кушать, то он должен кушать вот маленькими вот такими порциями каждые 9-10 минут. По поводу воды, называется там МЛОЛУГМАФ, то есть, человек должен наполнить одну щеку водой, то есть, взять это все индивидуально, то есть, берется вода, набирается в рот, и переводится все, как говорится, на какую-то сторону, на одну сторону. И это вот считается, как бы, МЛОЛУГМАФ, его полный, как бы, рот, полный рот. Так вот, человек должен пить меньше этого, меньше того, что он набрал в одну щеку. Примерно это сегодня, скажем, это вот, если есть одноразовый стаканчик 200 грамм, то это где-то должно быть 1 треть, даже чуть-чуть меньше, чем одноразовый стаканчик, скажем так, грамм, 30-40 грамм воды. Это все индивидуально. Это вот такие вот законы, и по поводу, если человек заболел, и теперь, с каким периодом времени, по поводу воды есть, это вот запрет, это законы, которые, как бы, меньше, чем человек несет ответственность за это. Как мы сказали, только для больных людей, или что-то произошло с человеком, стало ему плохо. Минимальные вот такие порции, по поводу воды, это каждый от 2 минуты, или 3 минуты, если человек может, то тоже, как и еда, 9 минут, 9-10 минут, вот такие вот маленькие порции. Любые детали, что-то происходит, человек не знает, он должен сегодня уже, мы уже находимся очень близко к Йом-Кипуру, уточнить у врача, уточнить с раввином поговорить, думающим. И, как говорится, чтобы мы были все у нас здоровы, и чтобы у нас была Гмар Хатиматова, чтобы у нас был окончательный приговор, печать, чтобы было все хорошо. И, да, Йом-Кипур, это день особый, очень сильный, очень важный в нашем народе, без атошем, с Божьей помощью, чтобы мы его прошли достойно, в молитвах, в приподнятом настроении, и, конечно же, с трепетом, и все-таки, чтобы была радость, потому что Всевышний дает нам возможность, как говорится, пройти, перевернуть лист, и идти дальше. Хорошего настроения всем, и всего доброго.